Всем привет! Сегодня у нас будет ролик опять сборная солянка, какие-то вырезки из дня, точнее тут уже не из дня осталось больше чуть меньше, точнее не больше, а чуть меньше половины дня потому что с утра мы ездили в Оленино но что-то у нас ничего не получилось сделать то что мы планировали, потому что потому что мы хотели закупить на почте коробок для отправки посылок но на почте на Оленинской было такое количество пенсионерок что стоять мы там не рискнули потому что их было наверное человек 30 и все хотели что-то оплатить какие-то квитки, поэтому мы бы наверное только сейчас вернулись ну и все остальное тоже мы как-то не успели потому что, а я еще хотел кстати коробок купить обычно, не купить а взять и в магазинах старых гофрированных, но тоже не получилось потому что после выходных коробки они все выбросили но мне торжественно обещали что они приберегут для меня коробок вот за эти дни привозов у них привозы в этих магазинах у всех симметричные вторник, среда и четверг так что в пятницу по идее я должен забрать много коробок зачем мне эти коробки я расскажу уже потом когда пойдем смотреть что у меня там нового в мастерской я почти уже расколол все дрова тут нам осталось чуть-чуть поэтому я их сейчас все-таки буду докалывать и уже потом пойдем в мастерскую потому что вот осталась всего лишь крошечная маленькая кучечка тут пока я их еще не увозил потому что до сих пор еще не зашил этот травник этот травник он, ну не знаю надо все-таки его зашить и унести дрова чтобы они здесь не валялись так что давайте сейчас бегом все расколем и дальше пойдем уже в мастерскую мне наконец-то привезли опилки целую кучу опилки естественно не совсем сухие ну точнее я бы сказал даже совсем не сухие но другого выхода нет я пока что их застелил весь пол полностью вот они здесь у меня теперь пол уже выглядит по-другому но пока что я их зашивать не буду досками сверху потому что надо чтобы они просохли я их еще впоследствии все перемешаю с известью прям сверху и буду перемешивать потому что я их все равно буду еще пока я не куплю станки и все и прочее оборудование я буду их сушить эти опилки что внутри постоянно их мешать и уже только потом зашью так что сейчас можно будет приступить к зашивке крыши ой тьфу крыши потолка и засыпки ее тоже опилками потому что опилок в принципе у меня должно хватить ну хотя вот куча была примерно в два раза больше чем она сейчас осталась на пол ушло просто какое-то огромное количество опилок я даже не ожидал что столько много здесь их будет кстати зачем мне картон картоном я пока что планирую на этот сезон зашить все стены вот я здесь немножко зашил в один слой но я примерно три-четыре слоя хочу сделать чтобы не сильно он промерзал ну как везде по периметру я его обошью обычным степлером пришиваю с нахлестом чтобы нигде ничего не поддувало ну естественно картон не нужен на потолок чтобы застерить весь потолок и уже чтобы на него засыпать опилка чтобы ничего не проваливалось так что картоном не надо много тут ну хотя буду потихонечку в принципе этот картон там они его все равно все в магазинах выбрасывают так что он даровый потихонечку будем набирать и подшивать но я уже чувствую что теплеет в мастерской относительно улицы даже еще хотя все в дырках а еще я сделал двери ну я кстати собирался сначала снимать отдельный ролик про двери но потом что-то подумала а зачем мне отдельный ролик про двери так что я сейчас тем более еще не доделал покажу процесс сборки того что было сейчас сделаю вставку из старых из моих предыдущих записей а дверь у меня вот такие вот две заготовки вот она одна тут распорка одиночная а во второй двери опа сейчас мы во второй двери двойная я специально подгонял двери так чтобы в закрытом состоянии между ними либо не было щели вообще либо она была минимальная сейчас щель максимум ну миллиметра два между стыками двери потому что доски у меня не совсем сухие точнее опять я скажу что они совсем не сухие и они рассохнутся и щель будет больше несмотря на все это все что здесь будет дополнительно утепляющая планка обычная нахлестом все равно желательно чтобы стыки между дверями были как можно меньше чтобы меньше затягивало холода когда уже все будет утеплено ну что для того чтобы изготовить вот такую вот конструкцию двери которую я показывал воротины нам понадобится напилить вот такие вот планки четыре коротких по ширине предполагаемой двери но меньше на ровно на ширину доски то есть в моем случае это на 100 миллиметров и длинные то же самое четыре штуки но они меньше на ширину доски я скрепляю нарезанные доски вот таким вот способом со смещением просто на ширину доски все их между вот все между собой так скрепил просто на два гвоздичка посередине наживил почему посередине потому что нам еще надо будет врезать сюда укосина чтобы потом не пилить по гвоздям взбиваем опять же просто наживляя на пару маленьких гвоздиков все вот в такую вот раму вот она везде если отпилить как можно ровнее то она сразу уже состыкуется между собой под прямым углом в той двери у меня была одна укосина вот она длинная здесь же поскольку у меня осталась куча обрезков я просто сделаю четыре но маленьких вот тут внизу две и там две сейчас покажу как они состыкуются в принципе все здесь просто стыкуются на гвоздями и выпиливаются вот такие вот пазы на всю длину доски с другой стороны делаем точно такие же укосины маленькие угловые и скрепляем их здесь между собой дальше необходимо во все четыре угла и в перекрестье укосин вбить просто по одной скобе из большого длинного гвоздя так что сейчас я это забью и все и эта дверь в принципе уже никуда не денется в самых таких промеждающих местах это снизу и сверху сверху пока что одна но я еще нашью вторую вот здесь следом вторую и здесь будет вот такой промежуток несколько сантиметров может быть парочку здесь все будет заделано монтажной пеной так же и снизу вот в эту вот в эту щель я залью монтажную пену чтобы как обычно было теплее ну что теперь давайте уж сколько успеем до темноты попробуем зашивать потолок я уже предвкушаю что он будет довольно симпатично выглядеть когда будет полностью постелен потому что он будет трапецидальной формы должен быть довольно симпатичным а кстати я здесь сделал один косяк потому что я собираюсь потолок подшивать частично то есть сначала зашивать один пролет между фермами напополам ну в половину фермы делать половину фермовой доски делать нахлёст и стыковать две каждой последующей планки чтобы ну все будет по частям потому что чтобы было удобно насыпать опилки я один пролет зашил весь его засыпал опять зашил еще один пролет весь его засыпал и так далее но я здесь точнее я это раньше знал но потом почему-то это ушло у меня из виду здесь то я зашил уже крышу мне получается что последний пролет будет не засыпать поэтому здесь я сейчас немножечко изменю конструкцию ну не сейчас а попозже отрежу несколько досок и вырежу люк через который я потом на последнее межфермовое расстояние буду засыпать опилки ну все ладно хватит снов так что будем приступать как всегда у нас время не резиновое пришлось почти на час отвлечься но ничего я кое-что все равно успел сделать а успел прибить вот такие вот три доски с каждой стороны они на всю длину что здесь что там почему три потому что поскольку там влезет четыре и даже больше досок три потому что если я прибью уже следующую доску мне будет неудобно туда засыпать опилки и укладывать картон сейчас покажу вот здесь образуется вот такой вот короб и весь его надо застелить картоном чтобы опилки не высыпались то есть с нахлестом и на верхнюю обрешетку и полностью закрыть естественно вот эти доски потому что они рассохнутся и опилки все высыпятся так что вот этим сейчас и займемся вот как этот короб выглядит в обшитом виде просто наложен гипсокартон и скреплен степлерным пистолетом да наложен естественно не гипсокартон а обычный картон таким образом надо обшить еще девять штук девять пролетов потому что всего у меня их десять и затем уже можно будет дошивать до конца до смены угла который уже пойдет на горизонтальный потолок и обкладывать картоном и все можно все эти отвалы будет отвалы все эти короба засыпать опилками и дальше приступать уже к посекционной обшивке пролетов горизонтальными досками как обычно я не успел все не успеваю все показать поэтому я в общем то дальше буду уже делать один пока вам покажу это уже днем потому что сейчас довольно темно ничего не видно качество съемки плохое поэтому нет смысла сейчас заморачиваться со съемкой так что на этом на сегодня все пока пока субтитры 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 субтитры